Здравствуйте, дорогие ребята! С вами преподаватель Романчук Ольга Станиславовна из теоретического лицея Академии Константин Сибирский. Сегодня у нас с вами пятый урок. Интернет – это безграничный мир информации, мир новых возможностей. Здесь ты найдешь много интересного и полезного для учебы, проведения досуга и отдыха. Каждый человек по-своему уникальный, он имеет свои интересы и увлечения. В интернете можно общаться и заводить друзей. Для кого-то это возможность показать свою многогранность, а для кого-то, выдавая себя совсем за другого человека, проживать виртуальную жизнь. Одни могут быть учтивы, воспитаны и любезны, а другие – агрессивные, злобные и жестокие. Интернет представляет собой важный способ личного и профессионального общения, но он может также использоваться со злым умыслом. Поэтому мы сегодня с вами и поговорим о безопасном использовании интернета и о правилах безопасного поведения. Использование интернета может быть безопасным, если вы будете выполнять три основных правила – защищать свой компьютер, защищать себя в интернете и соблюдать правила. Как же можно защитить себя в интернете? С осторожностью разглашайте личную информацию. Думайте о том, с кем разговариваете. Помните, что в интернете не вся информация надежна и не все пользователи откровенны. Не используйте простые пароли. Какие же нужно соблюдать правила? Закону необходимо подчиняться даже в интернете. При работе в интернете не забывайте заботиться об остальных так же, как и о себе. Интернет является общественным ресурсом. В интернете необходимо следовать основным правилам так же, как и правилам дорожного движения при вождении. Все, что незаконно в обычной жизни, незаконно и в интернете. Интернет представляет возможность свободного общения, но он также и подразумевает ответственность. Интернет-пользователи имеют много прав. Дети, а вы знаете свои права, как пользователь. Вы имеете право на идентичность и конфиденциальность, право на информацию, право на участие, право на свободу выражения, право на выбор и право на выбор игр, право на безопасность и защиту от всех форм насилия, право на здоровье и благополучие. Цифровизация общества влияет на здоровье и благополучие детей, влияние которого мы только начинаем с вами понимать. Важно знать об этом, предотвращать и смягчать потенциально вредные воздействия, которые предлагает цифровая технология. В сети интернет, как и в обычной жизни, иногда могут встречаться злые и невоспитанные люди. Ради собственного развлечения они могут обидеть вас, устроить травлю. Такие люди могут встретиться на форумах и чатах. Сложное слово «кибербуллинг» в современном мире как раз и обозначают преследование человека сообщениями, содержащими оскорбление, агрессию и запугивание. Если тебе угрожают по интернету, обязательно расскажи об этом родителям, учителю или близкому человеку, которому ты доверяешь. Это неправильно, когда тебя запугивают, унижают и оскорбляют. Помни, твои родители всегда готовы тебя выслушать, помочь и защитить. В сети интернет, так же, как и вне дома и школы, нужно помнить о личной безопасности и вести себя очень осторожно, чтобы не попасть в лапы злоумышленников. Вот несколько советов. Никогда не сообщай свое полное имя, домашний адрес и телефон. Не высылай свои фотографии незнакомым людям. Помни, преступник может использовать эту информацию против тебя и твоих родных. У интернет-мошенников ничего не получится, если мы сами не откроем им дверь. Поэтому никогда не сообщай свои пароли, не загружайте на свой компьютер ценительные файлы, не давайте возможности пользоваться вашей сетью незнакомым людям. Помните и соблюдайте правила общения в сети. Первое правило. Помните, что вы говорите с человеком. Не забывайте на том конце провода, такой же человек, как и вы. Если надо отстоять свою точку зрения, то делайте это без оскорблений. Когда вы общаетесь на расстоянии с помощью текста, ваши эмоции, мимику, жестикуляции невозможно уловить. Ваш собеседник видит только слова. Подбирайте слова так, чтобы не были восприняты и истолкованы правильно, без искажений. Помните, что нужно быть вежливым, так как каждое ваше слово, написанное в сети, фиксируется. Не забывайте, что вы говорите с человеком. Второе правило. Придерживайтесь тех же стандартов, что и в реальной жизни. В реальном мире мы пользуемся правилами поведения часто из-за ограничений, а иногда даже из-за опасности быть пойманными. В киберпространстве вероятность быть пойманным гораздо ниже. Люди забывают, что за экраном находится живой человек и думают, что в сети все гораздо проще. Но это не так. Уважайте время и возможности других. Если вы решили написать какое-то сообщение, то помните, что процессы его отправки занимают и время, и ресурсы сети. Помните, что чтение вашего сообщения тоже отнимает время, поэтому не делайте так, чтобы ваш адресат потратил на это время зря. Не ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их. Не отправляйте оскорбительные, агрессивные, непристойные изображения или сообщения кому-либо, независимо от конфликтной ситуации, в которой вы находитесь. Если кто-то вас беспокоит, вы можете удалить его из списка контактов или просто заблокировать в любое время. Не узлопотребляйте своими возможностями. Учитесь прощать другим их ошибки. Все были когда-то новичками. Все мы ошибались и ошибаются. Будьте снисходительны к чужим ошибкам, опечаткам, глупым вопросам или неоправданно длинным ответам. Если вы решили указать кому-то на его или ее ошибку, то делайте это в частном письме. И тем не менее, мы часто являемся свидетелями неприятных или рискованных ситуаций с использованием интернета. Загружаемые из сети интернет-файлы могут быть носителями вредоносных программ, которые могут нанести вред тебе или другим пользователям сети интернет через твой компьютер. Это так называемые вирусы, черви, программы-шпионы, небольшие программы, которые перекидываются с одного компьютера на другой. Они вмешиваются в работу операционной системы и могут даже уничтожить все, что находится на жестком диске. Но выход всегда есть. В настоящее время существуют специальные программы, браузеры, которые помогут вам оградить себя и защитить ваш компьютер от излишней и опасной информации. Необходимо только найти то, что подойдет конкретно вам. А в заключении я предлагаю вам посмотреть небольшой видеоролик «Правила поведения в сети интернет». Правила безопасного интернета Интернет – это безграничный мир информации. В сети ты можешь найти много интересного и полезного для себя. Но кроме хорошего, в виртуальном мире есть и плохое. Неправильное поведение в интернете может нанести вред не только тебе, но также твоим родным и близким. Чтобы обезопасить себя в интернете, достаточно соблюдать несложные правила. В этих правилах нет ничего трудного. Отнесись к ним внимательно и расскажи о них своим друзьям. Осторожно! Вирусы и другие вредоносные программы. Любому компьютеру могут навредить вирусы. Они могут уничтожить важную информацию или украсть деньги через интернет. Для защиты компьютера на нем установлены специальные программы и фильтры, не меняя ничего в настройках. Не сохраняй файлы, присланные незнакомцами, и не открывай их. Никому не сообщай свой логин с паролем и не выкладывай их в интернет. Отнесись к ним так же бережно, как к ключам от квартиры. Виртуальные мошенники и другие преступники интернета. Ты знаешь, что вне дома и школы есть вероятность столкнуться с людьми, которые могут причинить тебе вред или ограбить. В интернете также есть злоумышленники. Ты должен помнить об этом и вести себя так же осторожно, как и на улице или в незнакомых местах. Не сообщай свой адрес или телефон незнакомым людям и никогда не выкладывай в интернете. Никогда не высылай свои фотографии без родительского разрешения. Помни, преступники могут использовать эту информацию против тебя или твоих родных. Если ты хочешь принять участие в каком-нибудь конкурсе или хочешь скачать картинку или мелодию, а тебя просят указать свои данные, сначала посоветуйся с родителями. Никогда не соглашайся прийти в гости к человеку, с которым ты познакомился в интернете. Помни, что под маской твоего ровесника может скрываться взрослый человек с преступными намерениями. Грубияны и хулиганы в интернете. Как себя вести? Кроме преступников, в интернете есть просто злые и невоспитанные люди. Ради собственного развлечения они могут тебя обидеть. Помни, ты не виноват, если получил оскорбительное сообщение. Не нужно реагировать на грубых людей. Просто прекрати общение. Если тебе угрожает в интернете, не стесняйся сообщить об этом родителям. Помни, что цель угроз – испугать тебя или обидеть. Никогда не участвуй в травле и не общайся с людьми, которые обижают других. И всегда советуйся с родителями во всех указанных случаях. Окружись себя реальными друзьями. Научись использовать интернет с пользой для учебы, самообразования и любимых увлечений. Тот, у кого много друзей, у кого есть любимое занятие, вряд ли окажется в онлайн запозднее. Безопасного тебе путешествия в сети, дорогой друг. Береги себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова